Начнем же новую игру. Как вы видите, я уже стартанул и такое специальное не подстроишь. В общем, мне выпало имя главного персонажа. Его зовут Педар. Я чувствую определенную внутреннюю энергию, которая не позволяет мне изменить с ее прекрасное имя. В общем, он однолюб, влюбляется один раз и навсегда. Причина счастливого детства. Некрасивый. Супруг Сая, брат Иомер. Вот, собственно, его супруга. Несимпатичный, спокойный. Все нервные срывы легкие. Причина счастливого детства. Супруг Педара. Она у нас интеллектуал. Он выбирал не по внешности, а по внутреннему наполнению, ибо Педар благороден. И его брат Иомер. Манерный. Некрасивый. У них это семейное. Похотливый. Потребность романтики падает в два раза быстрее. Причина несчастливое детство. Как интересно, у Педара счастливое и у Саи, а у его родного брата несчастливое. Вот, что бывает, когда родители по-разному относятся к своим детям. Что ж, это герб наш. А вот, пожалуй, город. Я чувствую в себе некую кармическую энергию. В общем, я в силах переименовать город, и я назову его Безбожник. Знали ли вы, что есть такой поселок в России? В Кировской области. Можете погуглить по картам. Я не выдумываю. Действительно, есть такой поселок. Это типа мне предлагают сюда. Безопасность высокая, лес много, климат умеренный. Погодите-ка. Так это название... В общем, я запутался. Ладно, давайте начнем. Климат умеренный, безопасность высокая. О чем? Я пока вроде не могу выбрать другую стартовую локацию. Это, видимо, другие, наверное, семьи или не знаю. Начало истории. Норланд, 2898 год от сотворения мира. Прошло уже 200 лет, как Великая Багровая империя погибла в огне религиозной войны. Ее бывшие провинции стали варварскими королевствами. И от взаимного уничтожения их сдерживает только всемогущая церковь Святой Софии. О боже, а я назывался Безбожниками. В то время, как святые пророки говорят о скором конце света, на восточной окраине происходят события, которые окажут влияние на всю историю мира. Да, как вы понимаете, я играю впервые, вот только прошел обучение. Так что не обессудьте. После долгого, изнурительного путешествия, Педер, подъезжая к дому, ожидал увидеть свою жену, стоящую у дверей хола. Но вместо этого к нему навстречу шел его брат. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Что ж там такое? Мой король, не с радостными вестями я вас встречаю. Что произошло, Эомер? Немедли, говори как есть. Не смея посмотреть королю в глаза, Эомер, запинаясь, начал рассказывать. На нас напали разбойники этой ночью. Мы пытались отбиться, но их было слишком много. Они похитили вашу жену, и теперь просят выкуп. Какого черта, Эомер? Ты бы спрятал ее в погреб, куда угодно. Ну, она, наверное, боевая, она не полезла. Ой. Вот так начало у меня. Значит, я ему говорю, тогда прикажи гонцу доставить все, что они просят. Но мой король, вокруг нас враги. Может, сейчас мы под защитой вассалитета, но вы сами знаете, что старому королю осталось недолго. Если у нас не будет достаточно золота и ресурсов, нам не выстоять. Нам нужна армия. Значит, ты предлагаешь мне бросить Сая. А я же однолюб. Пока у них есть надежда получить выкуп, они не тронут ее. Мне нужно время все обдумать. Ступай и жди моих указаний. Слушайте, какой старт просто на миллиард. Так, как я понимаю, у меня 7 крестьян. Криминальных элементов у меня нет. Воинов у меня тоже нет. И рабов тоже нет. Ха, так у меня есть 10 булав. 10 копий. Знаешь, булавы это простое прочное оружие, способное дополнительно оглушать соперника. Так, копье, простое, но эффективное оружие, наносящее кроватьточащие и режущие раны. Не очень прочное. В общем, я надеюсь, что это подстроил не мой брат. В общем, надо надо бежать ее спасать. У меня тут есть, кстати, наемники, но чем они круче, тем они дороже стоят. Так, вот карта мир. Да, безбожник все-таки называется мое поселение. Вот лагерь бандитов. А сколько их там? Хотя бы примерно. За выкуп просит полторы тысячи. У меня, кстати, есть. У меня четыре тысячи. Сая страдает в плену и подвергается пыткам. Никто не знает, как долго он продержится, но вы также можете попробовать освободить его силы. Это действие может быть исполнено при помощи гонца. Это если выкуп, видимо. Блин, я не знаю, сколько их там. Они ее пытают. Нет времени на раздумья. Мужики, все к оружию. Навалимся толпой. Просто. И Омер, кстати, получше руководит, но здесь здесь уже личное. Это личное. Глубоко личное. Слишком личное. Возьмем все оружие, что у нас есть. Вооружены и готовы. А, вот количество бандитов 6. Ценностей в лагере только Сая. Часть несчастных и голодных, уходящих из вашего города, не видят для себя другого выхода, как стать бандитом. Они будут время от времени нападать на ваше поселение, пока вы не разберетесь с ними. Но надо с ними разобраться. Пошли. Ваша первая задача освободить пленника из лагеря лесных разбойников. Первое время для создания армии лучше нанимать наемников. Так. Наймите 5-6 наемников в меню армии. Им потребуется примерно день, чтобы добраться до вашего поселения, а у вас есть время для начального развития. Обеспечьте себя едой, построите таверну и место для молитвы. Для начала подойдет алтарь. Не забудьте назначить лордом изучения новых знаний. Когда придет святой караван, не забудьте купить у него новые книги. Несчастные крестьяне склонны уходить из города, присоединяться к лесным бандитам или становиться преступниками. Меню финансов убедитесь, что жителям хватает зарплаты на покупку одной единицы еды в день и на выпивку хотя бы раз в несколько дней. Алкоголь снимает усталость. Там же проверьте, что ежедневно продаете достаточно алкоголя и еды относительное количество жителей. Так, на рынках работники можно повысить зарплату, чувствовать жителей. Это позволит, чтобы они себя чувствовали зажиточными. Строите жилье и снижайте уровень бездомных, значите лордов на проповеди и так далее. В общем, я, видите, пошел немножко не по сценарию, поспешил, но сейчас посмотрим. Возможно, придется отгрузиться. Если я понесу слишком большие потери, так, мы выдвинулись. Так, а что это тут такое? Так, бандиты смогут нанять воинов на ваше золото. Отношение с соседями, которым вы не нравитесь, минус 5. Главаря бандитов желает продать 6 рабов за 72, что составляет 12 за штуку. Я тебе сейчас продам рабов, падла такая. Сейчас я тебе так продам рабов. В Норланд рабочие не знают ваших планов и нуждаются в инструкциях от ваших лордов. Одного лорда можно назначить на несколько зданий и за день он постарается обойти все инструкции, хватит на трое суток, после чего рабочие остановят работу и будут дождаться новых приказов. Процесс выдачи инструкции занимает 30 минут игрового времени, таким образом один лорд может обслуживать несколько зданий. Лорд будет стараться обновлять инструкции в назначенных ему зданиях каждый день, начиная со зданий, где они требуются больше всего. Дополнительное количество произведенного зданиям продукта зависит от направления назначенного лорда. По карте он тоже очень медленно передвигается. Как зарабатывать деньги? В мире Норланд лорды не имеют доступа к золотым шахтам и не чеканят деньги сами, этим занимается любящая семья. Еще несколько базовых способов добычи денег на начальном этапе игры. Вы можете продавать часть произведенных товаров святому каравану. Чем выше ваш навык торговли, тем чем более высоковый товар, тем выгоднее. Вы можете торговать с соседями реагируя на их торговые запросы на глобальной карте. Наконец вы можете собрать отряд и атаковать лагеря лесных бандитов. В игре есть еще много способов получения золота, манипуляции с ценами написания и продажи книг, вассалитет, грабеж соседей, вымогательство, получение выкупа за невест, торговля рабами и так далее. Ну что, делаем ставку. Наверняка бандиты не ожидали такой наглости или глупости. Так. В общем, я неправильно организовал людей и получилось так, что Педро пришел один на стрелку, поэтому вжук. Провал. Ваш отряд потерпел неудачу, ждайте штурма вашего города отрядом бандитов из трех бойцов в ближайшие дни. Спасение пленника провал. Пленник погиб при штурме. Так, вернемся. Семь бандитов с навыком боя, опять и без вооружения присоединяться к вашей армии. Не понял. Приглашение в армию? Да ладно. Ну, они пытали Саю. А что они передумали это, а? До них вести дошли? Что мы собираемся им нанести визит? Так, уже почти дошли. Ну, что, делаем ставки. Будут у нас потери или нет? Мы в конечном счете их тупо числом должны задавить. Я не думаю, что они там супер воины. Так, давай в чисто полюшко выходи. Ух ты, у них щиты. Ой-ой-ой-ой-ой. У двух щиты и шлема серьезные. Это мне, конечно, не нравится. Но делать нечего. будем ждать. Так, тихо-тихо. Погнали. Давай-давай, даем. Ух ты, одного убили у меня. Так, мы одного из них вырубили. Кто бежит? У меня один, наверное, бежит. У меня второй бежит. Еще одного у меня вырубили. Да вы шутите? у педера. выберли оружие из рук. Все, последний выбежал. Педер остался один. У этих гадов тоже трое осталось. Рыл. Один поднялся, мой боец. Слушай, ну это вообще битва войдет в историю. А, нет, это их боец поднялся один. Ну вот это жесть. Сая погиб при штурме. Спасение пленника провал. Так, опять жесть. Еще и ожидайте штурм бандитами. Слушай, ну очень хардкорно мне это нравится. То есть это в принципе реалистично, что ну бандиты бандитам рознь. Если там лохи какие-то, конечно, может быть и крестьяне бы с ними справились. Но важно учитывать, что у меня у всех навык боя по единичке, по двойке, считай, ну там одного по тройке. То есть у меня еще большие лохи, чем они. И вообще для боя непригодны. Может я их там как-то тренировать можно будет потом в каких-то зданиях, не знаю где. Можно будет воинов как раз готовить. Ну в общем сейчас это можно решить, как я понимаю, только с помощью наемников. Вот поэтому я найму собственно наемников. Я думаю вот столько должно хватить. Они придут со своим оружием или нет? что-либо пытая. Ладно я возьму конечно оружие. Так я так понимаю что нужно ждать прибытия вот этих наемников. То есть я выписал нанятый воин в пути он прибудет через 34 часа. Больше суток. Я так понимаю они потом уйдут, так что пофигу если кто-то из них там будет ранен или погибнет. Блин больше тысячи золота жесть. Ладно тогда пока займусь делами деревни а все делать нечего больше. я построил здесь лесопилку. Я построю библиотеку потому что она мне нужна для производства знаний которые нужны чтобы там ржаное поле строить и всякое такое. Построю вот здесь библиотеку. Да вот здесь есть казарма где нанимать воинов можно. Плац баннер патруля. то есть там будут защищать от преступлений. Также давайте наверное дома построим крестьянам. Можно общежитие конечно но дом написано что улучшает их настроение и всякое такое. Так что здесь у меня уже кажется жилой квартал так что почему бы не построить несколько домиков. Дерево у меня должно хватить. Также построю вот такого истукана это отец Педора Педор старший. Он плодородность да я понял пишется но можно конечно здесь где 100% написано брюкви отдать я не знаю будет ли это правильным ладно давайте отдадим под брюку посмотрим также чтобы крестьянам справлять свои религиозные нужды безбожников истинных построил здесь вот алтарь неподалеку от их жилья надеюсь оценят ну и все стартуем так руководить назначу иомера производством у него как раз бонус 98% о слушай а ее можно улучшить лесопилку я наверное лучше потому что для брюквы сказали нужно сжигать древесину в качестве удобрения так что еще ее улучшим тем более 20 древесин дешево еще один работник у нас появится о иомер пришел и его указывающим перстом так сказать ему как следует втык дают ого библиотеку построили на входе библиотеку я поставлю вот таких вот истуканов открывающих книгу потому что знание это сила знание нужно не ограничивать и запрещать а наоборот давать всем свободный к ним доступ и свободно разрешить критиковать знание поэтому люди сами всякую чушь отсеют если из них не делать болванчиков и не считать их затыковых ой-ой-ой лирическое отступление так ну кстати два домика готово у меня интересно ожидается мигрантов сегодня семь нифига святая София покинула меня частые негативные мысли а ну потому что мы не построили вот это вот алтарь давай-ка алтарь приоритетом строить я назначил здесь приоритет думаю сейчас они его будут древесина написана плюс семь плюс восемь о это что это новые кажется мигранты пришли о да четырнадцать человек у меня надо посмотреть легкая устала святая София покинул так ну-ка религиозных фанатиков ноль здоровых всего крестьян четырнадцать один дом вмещает двух крестьян видимо рабочее время у них закончилось что-то 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 происходит мордопитие да ты чё иомер вы набухались он кубком кого-то бьет experience получает с братом педр мочат каких-то кто это вообще вы шо грех некоторые действия такие как оскорбление измены супругу и драки считаются греховными грех это долгая и сильно негативная мысль которая может быть которая может которая можно снять в результате исповеди у епископа грехи отображаются также в разделе состояния на главной вкладке меню персонажа отчет по экономике сейчас еще наемники должны прийти так мы одного тут это что с ним он все и иомера выносит оттуда нифига себя согрешили я надеюсь иомер то в порядке куда ты его тащишь проспись о знания я кстати могу начать что-то изучать шахта железа ржаное поле и мельница хмелевое поле но у меня оружие есть некоторые я вот не знаю шахты железа ну давай начнем с ржаного поля потому что мало ли что значит переписать ну тут влияет интеллект после изучения книги персонаж сможет создать ее копию используя бумагу ну давай пусть и омер тогда он у нас заведует так скажем а то у него дурь прет какая-то или это у того кто с ним подрался не знаю напишите в комментах как вы поняли ситуацию но у них свое личное время да в которое они не строят офигеть это только у безбожников крестянин может набить морду лорду и они потом разойдутся ну у меня особое жителя в поселении безбожников блин они по-моему рассказывают он смотри значок короля он рассказывает как он морду набил лорду обсуждают тут проснулись в общаге у себя так они вчера морду лорду набили офигеть так наконец алтарь построили так вроде тут ничего больше делать не нужно так сводка по миру уплата налогу с вас как с вас сало был списан налог в пользу сюзеряна в размере 42 величина налога зависит от населения вашего города ух ты чем больше тем больше будут драть меня стали фанатиками один ожидается мигрантов 6 как мне от фанатиков избавляться мне кажется это плохо 6% что ж такое так назначил троих рабочих умер тоже сюда будет всем руководить лесопилку они улучшают в последнюю очередь так мельницу давай чтобы далеко не ходить здесь построю а ржаное поле изучили тоже теперь доступно ну-ка где тут 100% плодородности давай-ка отлично давай тогда шахту железа тоже он изучит а в скобках это безработные а кстати лесопилку улучшил отлично о следующий уровень уже требует железа плюс еще один рабочий будет но пока производится дерево 70% 80% они его рубят о прибыли воины так отлично все создаю создаю армию забирают оружие ух ты минусат значительный это видимо им еще и платить надо а вон они черти откуда пришли а это что за что это святой караван осуществляет торговлю между городами а также являются основным источником золота и святых колец кроме того караван торгует книгами и рабами находится под защитой управлением инквизицией что делает караваны неприкосновенными для атак обычно приходит в последний раз в 2-3 дня подсказка не забывайте покупать у караванщика книги закладка в меню торговля так пусть педер сейчас напоследок поторгуют а педер уже не может он уже все ладно тогда пусть его брат так отряд педера выдвигается все ушел надеюсь справимся вот и омер подошел да это как в ремворде когда он подходит то есть открывается менюшка торговля книги вот здесь вот можно покупать древесина экономная строительность дом лорда улучшения позволяет улучшить в котором будет более мягкая кровать дающая хорошую мысль после сна и улучшенная защита от проникновения преступников видимо от интриг быстрое строительство ускоряет процесс строительства кстати тоже важная штука потому что они строят только ну ограниченное время в течение дня позволяет тратить при строительстве и улучшении здания на 50% меньше железа позволяет производить душистый эльф пиво варне позволяет строить храм через меню строительства позволяет строить травм слушайте да мне все нужно наверное наверное я все и куплю и рабы тут есть еще так мне хватит денег должно хватить да но не хватает на рабов наверное а зачем мне рабы слушай у меня хватает вон 9 этих безработных так что еще могу купить оружие можно купить вот мечи стоят дороже всего благородное оружие наносящее опасные кровоточащие раны позволяет эффективно парировать удары что дает дополнительную защиту производится в кузнице а броня есть на легкая броня тяжелая броня серьезно защита в бою в бою ну денег я конечно уже много потратил давайте купим на меня просто могут бандиты напасть допустим пять мячей я смогу купить так пять мячей блин кольчуг я точно столько не смогу купить нисколько я смогу купить вообще нисколько да типа все это максимум а это наверное отдельно уже отдельным пунктом вот пять за тысячу но у меня нет я не смогу надо что-то продать только если я что-то продам а что могу продать самогон брюква но на единицу стоит это смешно просто пиво тоже наверное не стоит древесина две единицы кольца тоже могут пригот короче даже ничего я не смогу продать лекарства тоже могут пригодиться ладно тогда купим лоховскую броню тоже пять единиц думаю пока хватит ух ты сколько всего открылось у меня я умер в состоянии грехи драка 71 час назад настроение от грехов минус 11 так ну тогда храм нужен наверное тоже пусть изучит его а только почему-то педер может изучить странно ну ладно ну что ж посмотрим на этот раз кто кого фух а то вдруг проиграем это конечно абсурд но вдруг 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 стремно так они идут тихо 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 они что сильнее стали нет такие же гады давай навались мужики вы опытные вы сможете у них броня лучше ух ты как ему одному прям волобешник дали слушай одного убили у меня уже какого черта они что бессмертные опять оружие у педера выпало так один у них убежал это хорошо но этого недостаточно ой он голыми руками дерется оружие выбили педер тоже голыми руками дерется слушайте какого черта кто бежит мочи их мужики навались мочи эту стерву добивай добивай победа так у меня один сбежал но это ладно никто не погиб у них сбежало четыре с остальными чего но огонь спасение пленника успех пленник сая освобожден и скоро вернется в ваш город лагерь бандитов уничтожен отношение с 7 плюс 5 добыча 36 золота и 4 что это такое раба мы захватили или что фух фух с ветерком называется безбожник ученый уважает королей чей навык интеллекта выше его вассал на уж ну ладно все мы возвращаемся так я наверное жилой квартал буду в эту сторону строить поэтому здесь между будут всякие для них услуги наверное я здесь построю таверну пусть будет так правильно я так смогу вот здесь вот здесь будут эти типа промышленные здания таверна так притон наверное тоже можно здесь построить хотя не совсем понимаю конечно зачем он обязательно или точнее его строить или это прямо он будет не оплатить каких-то какой-то криминал надеюсь что нет так так же начну сразу строить армию здесь наверное не очень удобно хотя вообще оружие вот здесь хранится дома лордов здесь так что в принципе логично вот здесь вот построить казарму но может я ошибаюсь так плац логично что рядом надо строить и наконец баннер патруля дома лордов и стражники будут защищать эту область о ну идеально как раз здесь да дома лордов да тут на меня уже нападали какие-то гады так сказать пусть здесь будет баннер о радиус можно увеличить лол огромный радиус не-не-не подожди уменьшить давай да достаточно так пиво из ржи производится или из чего тогда его имеет смысл наверное здесь построить или это у меня слишком город будет размазанный ладно наверное нормально попробуем пивоварню еще одну общагу построю и приоритетом потому что у меня уже не хватает на самом деле придется лесопилку еще одну воркнуть потому что мне так же не хватает уже древесины вот только вопрос можно ли ее рядом с предыдущей строить или нельзя типа деревья они вырастают или нет это что они все молятся тут так рабы зданию требуется управляющий отряд вернулся мы рабов привели да 4 раба я не знаю рабам нужны вот эти вот удовольствия у них у них алтарь там прям находится в этой фигне ладно давай рабов тоже вот здесь вот построим или лучше их рядом с казаром ладно построим здесь опять уплата налогу сиру да он прям дерет с меня вообще мельницы уже сразу требует железа так еще одну общагу построили приоритет дом для рабов а то они на улицу подохнут я их тут понимаешь воина 4 у меня наемника так я изучу все таки быстрое строительство а почему только и умер у меня другие не могут ну-ка сая нет не может ладно пусть и умер он у меня блин все на нем завязано здесь брат по сути во всем участвует о воины вернули все окровавленные рабы тоже окровавленные крутая механика как в викингах мы их отхерачили естественно сделали рабами так еще одно поле тоже и умер и умер у меня будет этим всем заведовать педер не может двигаться герта а чё с педером спасите педера ух ты его ранили крайняя усталость ну еще бы без сексов герта прибыла и чё мне с ней делать с этой гертой у меня нет дома для лорда для еще одного можно пленить выгнать социальное подкуп соблазнить охота на волков персонажа месяца охотиться на плоту волка провести время сыграть в костя о на три кольца вызвать на дуэль какие отношения это у нас бездомный соблазнить ни омер ни педер не может можно просто вместе время провести пусть педер как поправится если сможет так барак для рабов готов да на шифте сразу по десятку прибавляется пусть муку поддерживает на уровне 60 это здесь во вкладке производства так лесопилки я узнал лучше строить в разных частях потому что они вырубают деревья поблизости им все дальше дальше приходится ходить вот поэтому здесь наверное просто деревья будут сносить за счет расширения жилого квартала в эту сторону а вот здесь в принципе можно еще одну лесопилку воткнуть почему нет свободный лорд происходит от лордов которые по каким-то причинам покинули свою семью и не вошли в другие они приходят вместе с святыми караванами предлагают свои услуги за святые кольца ожидая найма они стоят у входа в ваш холл контракт продлится 10 дней после чего лорд уйдет их можно назначить на любые здания обучение детей походы против бандитов инспектирование зданий торговли и прочее а это что такое а мои воины что ли спать негде блин непорядок надо казарму херачить еще один какой-то бейхард кто это вообще что он хочет нанять лорда на 10 дней а смысл то есть я в него я его найму хотя если это бесплатно но вряд ли а это его свита что ли нифига или это свита каравана слушай опять драка Герта блин ты чё дебоширка такая охренеть ты посмотри Герта кубком херачит у нее щит и кубком она прям херачит вот так вот вы с гостями с нашими деретесь да вы что тем более с дамой вообще безбожник о Асайя оказывается крутой торговец слушай у нее 14 я ее туда послал офигеть тут есть секс с чернию лорд подарит крестьянину кольцо и тут будет рад исполнить его личную просьбу крестьян может родить ребенка который будет бастардом это действие грех наказать так же можно и шафот построить о шахту железа вот где можно построить то есть шахт железа в принципе мало будет прикольно ого лимит лимит то есть только одна шахта железа может быть ну ладно наверное лесопилок тоже определенное количество так позволяет строить мастерскую тоже книги тут можно купить как раз денег я немножко подзаработал угольную печь и свиной загон рабы тоже есть но воля к свободе возраст фертильность не хочет сбегать за 30 монет всего лишь прошлое еще есть это прошлое крестьяне крестьяне все крестьяне стали рабами то есть наверное если каком-нибудь солдат или дезертир то там тоже бонусы ладно пока обойдемся книжками о сай может изучить храм пусть изучит поможет хоть разгрузит этого брата о педр педр ты что с гертой то давай о они взаимодействуют отлично время проводят вместе после того как педр вся побитая и морду набил какой-то крестьянин безбожник из моего поселения блин герта прям там спит в холле нужен еще один дом для лорда а что за вооруженные хрена у меня тут ходят патрулирует сик а это мои прям эти которые они походу броню с тех что ли забрали с трупов или что 4 моих да у меня как раз 4 воина слушай то есть они навсегда остаются я думал я думал не навсегда но это круто если так можно нанимать у раба тут состояние травмы руки уровень боли 8 болевый порог блин надо еще их лечить но у меня что-то до этого еще не дошел лояльность показывает насколько лорд претан королю обычно немного меняется каждый день но сильно падает если персонаж несчастен или не любит короля высокая лояльность дает позитивные мысли позволяет давать этому персонажу некоторые особенные задания низкой ниже 25 лояльность ведет к тому что персонаж может уйти в другой благородный дом или если он наследник поднять восстание гости тоже там кто-то ищет сексуальных приключений всякое такое если пришел сельский король то это хороший шанс наладить отношения проверьте меню действия что можно с ним сделать чтобы узнать чем дальше в рабочем ходить тем меньше времени на работу они идут в храм но храма у меня пока нету короче как построю храм надо рядом с ним построить сразу склад потому что оттуда я понимаю после этого они идут как раз на работу герта поприветствовал короля так готова дань готова дань плата налога сиру ух ты у меня денег там маловато так пускай тогда здесь вот на юге уже сая руководит вот этим всем что за дань а не мне выплата дань дань платит возможности регулярно раз в 4-6 дней деревенские отказываются вести дань сами так как бояться бандитов если вы проигнорируете староста сочтет что дань вам не нужна и употребит ее на благо хозяйства дань выплата 104 каких-то редьки при помощи гонца у меня же гонец есть я надеюсь так выплата дань гонец это потребует 1 бумагу львов так ладно давайте пошлем гонца сюда и пошлем гонца тоже сюда а и ура достигла возраста замужества и ожидает предложение от благородных женихов за невесту просит выкул 812 ваши отношения с этим домом станут родственными пыльная долина но я как раз могу этого брата на ней женить правильно только у меня денег пока нету так шаблон о и здесь тоже просит да чё они все-таки любовь по расчету а как же чувства на шахту тоже саю назначу нифига тут уже инструменты требуются для улучшения 50 дерева это очень много так у воинов негативное настроение надо бы казарму построить но у меня в любом случае железа не хватит но впрочем мы его сейчас начнем как раз добывать выплата дань успех нормас ой это типа гонцы что ли какие-то эти камни ой какие-то движутся фенны бреки что-то со всех сторон какие-то короли ко мне идут ой я изучил храм наконец ух 100 дерева и 10 железа ооо ладно будем копить ну кстати вторую лесопилку быстро улучшили хотя бы сая вон идет давать инструкции для шахты неплохо а рабочие просто не успели получить инструкции ну ладно ух ты а казарму мы успели аааа у меня значит это у меня был наверное да у меня железо по умолчанию было вот 5 осталось значит всего 10 было по умолчанию по крайней мере теперь воинам есть где спать это хорошо так пусть пусть сая напишет книгу по храму может я ее потом продам я не знаю говорили так можно делать точнее читал миграция количество приходящих каждый день новых крестьян зависит от среднего настроения крестьян в городе помимо прочего новые поселенцы приносят с собой скопленное на прошлом месте золото крестьяне могут также становиться преступниками или покидать город если они будут несчастны часть из ушедших присоединится к крестным бандитам чтобы повысить настроение крестьян платить им достаточно большую зарплату чтобы хватало на ежедневную покупку единицы еды иногда на выпивку и не забывайте про жилье вы также можете простимулировать или снизить миграцию через задания в синих деревнях на глобальной карте фанатики также обладают бонусом к настроению но чем их больше тем опаснее могут быть религиозные восстания подсказка если миграция слишком большая продавайте меньше алкоголя хуже по качеству пищу а также снижайте количество фанатиков через проповедь сомнения в храме да, надо храм побыстрее бы строить Брияк Педро рассказал слух про Вик не знаю кто такой Вик книг никаких не продают и мне нужно самому денежек бы заработать я наверное продам часть брюквы потому что я ее так выращиваю она используется в животновоз и пусть у меня останется сотня скажем а то денежат мало уже опасно и у меня еще есть безработные тоже надо всех пристраивать то им жрать наверное нечего так зарплаты вообще нет а Вик это какой-то лорд очередной который ко мне пришел Герта Брияк слушай у меня что за притон у меня лордов фена кто это вообще кто из все эти люди мне кажется они все таки брюкву употребляют потому что на рынке ее зачем-то продают видимо у меня пока нет других ну что жрать это может брюкву возможно из воинов Келтон бестится оптимизм нового жителя святая София покинула мне легкая усталость поражение в битве более травмы он сбежал что ли который у него порез травма ребер травника пусть этот брат изучит интерес персонажей тянет друг к другу с разной силой это выражается в интересе его можно увидеть в закладке отношений персонажей при наведении на портрет другого персонажа интерес влияет на готовность персонажей пойти на свидание чтобы заняться сексом влюбленность вероятность шутки при выборе глубокого разговора так фактор являющий на интерес разница навыки манеры запах возраст социальный статус выпитый алкоголь и так далее мы наконец построили таверну первое железо произведено наконец так собирают собирают тут урожай и наверное сейчас будут что-то делать муку и так далее притом построили о самокон требуется брюква я настроил чтобы делали до 61 хотя пусть делают до 200 138 произведено оружие и видимо они ее собрали на этот целый день ушло блин а железо которое я выформил 5 за день по-моему да в этой шахте оно ушло на тренировочный плац о нифига себе они в таверне фигачат прям настоящая это тусовка тут и самогоны пиво и все ух ты и деньги деньги полились смотри выручка посещаем из 25 да а притон в притоне есть работник но так муку я тоже до 200 назначил чтобы производили с одного поля конечно это кстати немного совсем то сколько мы добыли так что еще бы одно поле мне на самом деле построить вот там на юге по-моему можно как раз хотя другие ближайшие поля еще дальше можно вообще на неплодородной построить но тут совсем ничтожный так сказать доход будет 9 короче за день в шахте произвели железо побег рабов рабы иногда могут попытаться убежать когда они несчастные мечтают о свободе чтобы избежать этого оставьте патрули у входа в бараке рабов или у входа в храмы когда бараков не хватает и часть рабов живет в храмах или делайте их более счастливыми поставляя им более качественную пищу и алкоголь травник собирает лесную траву в ближайшем лесу жена юге его построю а фена вот лорды приходящие некоторые из них заселяются блин в мои дома офигеть так а можно ли соблазнить педр пусть вот эту вот соблазняет саю давай они это наследники нужны попробую фену этот брат чтобы соблазнил но сначала пусть время вместе приведут просто выручка 137 с таверны и 108 с рынка так я попробую экспериментально построить потому что слишком до шахты долго идти это нереально построить здесь жилье дом крестьянина вот и сразу ему чтобы религиозную нужду потому что они идут куда там молиться и склад рядом и наверное рынок наверное на рынке кто-то будет работать тоже здесь еще домики решил воткнуть ну и склад собственно вот так вот так мини квартал такой жилой не знаю заработает поможет или нет тактики игры используйте навыки ваших лордов или наймите свободного лорда с нужным навыком лорды с высоким навыком командования могут эффективно уничтожать да ну бандитов это я понял управление производить много дополнительного факта товара торговля это ну понятно торговля убеждения всякие теневые действия манеры это переманивать лордов на свою сторону и соблазнение обучение тренировать кстати обучать можно и взрослых лордов высокий навык интеллекта позволит изучить производство тяжелого оружия и брони чтобы дешево экипировать обученных крестьян или дешево нанимать наемников без экипировки создав сильную армию вы сможете принуждать соседей к воссалитету и использовать их дань для дальнейшего развития принуждать то есть без войны или только войной интересно вы также можете использовать рабский труп и способность рабов рожать детей в хороших условиях ничего себе или вы можете попробовать использовать страшную силу нектара это только часть возможных тактик для игры в Норланд экспериментируйте прямое управление некоторые здания такие как шафот тренировочное поле или канцелярии требует прямого управления для своей работы это значит что здания не работают без постоянного присутствия лорда в течение всего дня если у лорда есть другие задачи по выдаче инструкции он сначала сделает их а остаток рабочего времени посвятит задаче прямого управления о свиной загон у меня или он у меня и был в общем как бы то ни было пусть иомер изучит о начали муку производить нифига себе тут вырубка так фена иомер начали драку вы че прикалываетесь я же тебе да вы че еще со щитами иомер ты че я тебе поручил с ней поговорить они хигачат ее причем у нее такая сатана там была сейчас на этой на аватарке это капец ой а теперь они че а теперь они вместе под ручку пошли смотри какая у нее сатана там из плохого фиона его оскорбила и у него настроение плохое она отказалась и выполняет мои задания появление нечестивой орды миссия инквизиции вернулась с плохими новостями в северо-западных лесах сформировалась так называемая нечестивая орда союз лесных племен под властью нового еретического культа мертвого бога это крайне агрессивная и мощная сила которая готовится уничтожить все новые королевства норланда вы че прикалываетесь любящая семья просит все благородные дома забыть на время свои противоречия и сплотиться перед новой угрозой тот король кто предаст огню столицу нечестивой орды дом мертвого бога заслужит благодарность всего мира и навсегда впишет свое имя в историю остатки миссии смогли узнать точное расположение этого поселения херли считает вашу армию очень слабой и предлагает вам сделать вклад в укрепление безопасности региона деньгами вы должны передать херли 100 бабла если вы этого не сделаете то через 3 дня ваше отношение ухудшится он офигел что ли о 20 железа мне хочет продать и давайте-ка я куплю его пожалуй потому что оно мне капец как нужно так торговля купить железо а гонца я не могу использовать у меня эти свитки закончились не ну вручную я не пойду это капец далеко так вот у меня армия 644 для сравнения да просто смотри в армии 4 солдата 11 оружия у них вот например армия 8 5 единиц оружия и стоимость их армии оценивается 2486 это просто чтобы вы понимали о слабая армия в пыльной долине я кстати ее могу покорить у них армия слабее чем у меня может реально покорить и пусть мне платят дань так тренировка солдат пусть педр кстати занимается лунное озеро тоже сильное сушь тут все сильнее меня кроме пыльной долины надо бы с ними мне а он сюзерен мой так это мой сюзерен я могу от него освободиться о выход из вас салитета вы заявляете желание выйти из-под власти вашего сюзерена тем самым бросаете ему вызов если он достаточно силен через несколько дней он такует ваш город и в случае победы вы останетесь его вассалом если же вы оставите свою свободу он больше не будет считаться вашим сюзереном сюзерен может решить дать вам свободу без боя если чувствует себя недостаточно сильным чтобы справиться с вами да давай-ка так гонца опять я не могу послать короче ладно придется самому лично идти потому что бумагу не могу производить сам лично ему скажу что я выхожу из-за веселятета и все а то есть что еще ему платить послезавтра соберут урожай да урожай тут редко собирают брег так брег нервный срыв да кто такой этот брег никакого хрена что он делает он он себя херачит просто мечом офигеть сумасшедший он разбил свой меч просто о камне о землю он с ума сошел пришел в себя и че а кто это убирать все будет а кто убирать будет ты посмотри какой офигеть и ушел просто вот нечестивая орда где я даже не вижу их силу но я подозреваю что естественно с ними сейчас не справлюсь это через другой конец карты короче вот педор идет в пыльную долину еще делаем ставки они отнесутся к этому просто скажи педор прошу отнестись к этому с пониманием я могу деревня грабить тогда я получаю добычу там опять 15 рабов это ну это деревня соседа выход из василитета успех вы бросили вызов власти вик ааа так вик вот че он и скоро он даст свой ответ отношение минус 20 все я его поставил перед фактом провал так подожди я думал успех то есть ааа я поставил его успешно перед фактом что я выхожу вик решил проучить вас и скоро его войско выступает в поход чтобы наказать вас если вы защитите ваш город вы обратите свободу ну давай приходи посмотрим кто кого фракция древолесия стала нашим врагом фракция золотоград чего кажется что пыльная долина скоро вы перестали быть вассалом аааа а поджи а почему я не понял почему остальные то стали моими врагами они что тоже его вассалы чего это за фигер за что Так, древолесьи, это вот, вот здесь Слушай, у них очень сильная армия Я надеюсь, они ко мне не придут, на самом деле Иначе мне пипец будет Только вот этот вот пусть приходит один на один А, у меня, видите, зданию изначально не повезло Блин, они мне платят этой редькой Или как ее там Беспонтовой, короче А у некоторых, вон, платят Чем-то другим У вот этого, у моего Сюзерена, ему платят вообще деревом Я так понимаю Может, я ошибаюсь, конечно, вроде деревом А где-то зерном Блин, круто Так, место для патруля перенес сюда, ближе к центру города И расширил Так, наконец, храм могу построить Давай вот здесь вот В центре его построим Или где, или вот здесь вот, лучше где-нибудь Да, вот здесь вот в центре, давай, там как раз место такое Ну, кстати, надо будет потом попробовать книжку продать Она произвела одну книжку, то есть я могу знания продать Пусть Сая мастерскую изучит Так, отряд Херли Херли-то на меня не будет нападать? Отправил армию для разграбления вашего города Где-где-где-где-где? Вот Чё? Три тысячи триста шестьдесят четыре Я понял, вы представляете, какая падла? Короче, он распускает армию, когда всё нормально А потом резко собирает То есть он всё-таки сильнее меня Одиннадцати рыл там идут Навык боя пять А у меня четыре, но навык боя одиннадцать У меня меньше, но не в тельняшках Так, через тридцать один час я могу нанять челов, которые пройдут через тридцать один час Через сколько эти-то до меня дойдут? Непонятно Ну ладно, я призвал, надеюсь, может быть успею И умер тут ещё со своей депрессией А, его потому что оскорбили Та тёлка его отвергла Да, блин Мужчина свою, так сказать, гордость Женские руки, казалось бы, хрупкие Даёт Он нормально к ней подошёл познакомиться Она его послала, растоптала Конечно, неприятно Фанатиков в городе 18% Я даже не знаю Вот мне пробовать сомнений Или, то есть, фанатики А, у них настроение лучше, типа Ладно, пока ничего не будут делать Посмотрим О, педер идёт их тренить Нихера себе Давай-давай Он их инструктирует Они морду друг другу бьют Вот это да Экспы получают О, ну он Он одобряет А этот уже пришла посмотреть А-а-а Подожди Подожди, отряд херли Подожди, а куда эти-то делись Которые на меня Куда они делись, которые на меня собирались напасть? Педер и Сайя собираются на свидание сегодня Хоть какие-то хорошие новости Какой-то Кингульф Кто это вообще Йод пить пиво у меня Ого Они весёлые, ребят Эти В масках Даже играют Офигеть Вот это да Так, тут на самом деле Очень полезные книжки Они мне все нужны Как назло А у меня нет денег А, нет У меня Стоп У меня есть книжки И у меня есть где-то лишняя книжка Ух ты Вот храм Целых Три книжки Я могу продать за 78 А есть книжки очень дорогие Железо Древесина Дом лорда Блин, знал бы Так, ладно Вот эти две я могу продать Так, ладно Тогда я шафот придётся отложить Так, всё Всё Еле-еле я наторговал Короче Плюс тут никак не выйти Так, древолесь Я отправил армию Чтобы разграбить Вот падла Все против меня Ну, подожди Мы посмотрим Ещё дойдёшь ты или нет Уже одни пытались дойти Так и не дошли до меня Через эти Всякие Гремучие дали У него Мощность тоже Да, мощная армия Книги я не могу больше создавать Потому что у меня нету Бумаги Так, лады Давайте немножко поэкономим На дереве И тогда его нарезучат Вот свиной загон Здесь могу Построить Лучше сначала Перенесу Добычу дерева Куда-нибудь Например Вот сюда Хотя это опять Древесина стоит Ну, ему не так уж И далеко ходить Слушай Фанатиками Больше шансов Стать у несчастных Персонажей А также тех Кто прослушал Проповедь Веры Фанатики Имеют постоянную Положительную мысль Также испытывают Удовольствие от боли Считая её способом Коммуникации С Софией Нифига себе Они вон в храме Даже спят Педер обменялся Остротами сай Да чё такое они Душа в душу же жили Однолюбая Вот, всё Уже вместе Всё Уже им весело Ух ты какие Да Фанатиков Тем временем У меня А, 11 27, блин Процентов От населения Надо Надо их Это Проповедь сомнений Пусть и омер Как они тем Зачитают Я понял Кинвульф Это типа местный Епископ Ещё надо теперь Учитывать Похмелье Офигеть Да Ещё надо Учитывать Можно его Убить Офигеть Так Свинофермой Мы будем Лично Педер будет Руководить Мне тут Дань готовая Чё же Мне придётся Самому Лично Собирать Ух ты А эти уже На подходе Ну пусть И омер Тогда заберёт Да Они сейчас Меня атакуют Блин Через 4 часа Только эти Пребудут Подкрепы Да Эти гады Они Дошли Тёртые Калачи Ой-ой-ой Они меня превосходят На ногах 6 рыл У меня Четверо Ну навык У них тоже Неплохой Конечно Интересно Кто кого Тупо количество Ой Надеюсь Они моих лордов Не перехватят Я им сейчас Покажу О Там кто-то ещё Идёт Отряд Зигмунд Тихо-тихо Выпал Тадания Успех Прибыли Нанятые Воины Огонь Всё Успели Успели Подожди Он не идёт Грабить Мою деревню Сражение Началось Он грабит Сука Мою деревню Сгоревшая деревня Ах ты Сволочь Ладно Ааа Слушай И походу Та тоже Грабила Деревню Или что-то Типа того Но я По крайней мере Независимый На больше Они не способны Бесчестные Ублюдки У вас нет чести Он ограбил И чё Эта деревня Была недавно Разграблена И жители Заняты Её восстановлением До той поры Они не смог Платить дань Вовремя Я с них собрал Правитель Пыльная долина Умер Может мне повезло Просто Слушай Реально Он просто Умер Нифигасе У моих стражников Тут глаза Чё-то красные Это капец Вообще Жесткие На самом деле Мне помимо Ржаного Поле Ещё и брюквенное Нужно Вот в чём прикол У меня уже Брюквы не хватает Зато В армии Я все проблемы Порешал А нет Постройте больше Храмов Блин Только что появилось До этого не было Ого Максимальная Вместимость Так я фанатиков Уменьшил 52% фанатиков 20 жителей Я же сказал Чтобы и омер Уменьшил их количество Увлечивает вероятность Появления Агностиков Снижает количество Религиозных фанатиков Вкинуть зависит На его кубеждения Давай Давай Развенечивай Легкий шантаж Игнорирование Провал Вы не стали Отплатить Херли Чем оскорбили Его Ваши отношения Ухудшились Да Херли Херли ему надо Первый склад Построил Сайон Означил туда Я так полагаю Нужно несколько Складов Построить На разных Этих самых Чтоб им далеко Не ходить Постоянно Здесь один склад Перенесу лесопилку Второго уровня Сюда И здесь еще один склад Построю Нифига себе Они там в казармах Друг другу рожи Все разбили Педер вообще Жесткий учитель Так Очень смешно Терпеть не могу Такой юмор Надо мной посмеяться Да кто Постоянно на Айомером Он тут Блин У меня весь город держит Я больше не могу работать Причина потребности В отдыхе Ух Смертельная усталость У него и секса нету И у Сая Тоже смертельная усталость Офигеть О лечебную мазь Надо продавать Я понял Тоже цена за штуку 5 Сая выставил дурак Ом и Омер Так вот в чем В ком проблема О Сая и Омер Проводят время в постели Наконец Давайте наследниками Офигеть У меня тут хрюшки Пасутся Слушай Очень круто О в мастерской Производятся инструменты Ножи Луки Тоже надо построить Вот здесь что ли И наконец еще один склад Вот здесь Так пожалуй Вот эту лесопилку И прочее тоже сюда Вот перенесу С этим С домом Аптекаря Еще тут жилой квартал Расширил Сюда деревня до сих пор Не восстановилась Ветрогорье Видимо кто-то подчинил Он вассалом стал У него армия Просила Сторонник силы Независимый Опа Слушай А почему в Древолесии Армия нулевая вся Можно к ним Наведаться Разграбить город Или подчинить Во А если в течении Трех дней Он не согласится Подчиниться Вы должны будете Атаковать его город Мне это нравится Педер лично Отнесет ему Приглашение Фракция Древолесии Стала нашим врагом Я так понимаю Они отказались Да я еще даже Дойти не успел Конечно они наши враги Они мою деревню У него сожгли О для инструментов Требуется уголь и железо Пусть будет 10 инструментов 10 кинжалов Сай издевался Да и омер Что ж такое Так я сделаю Конечно производство бумаги Она много на что нужна Раб пытается сбежать Короче у иомера Он может вот У епископа Поведаться За три кольца Следующие грехи Будут отпущены Драка Злая шутка У меня всего тут Два раба осталось Лесопилу Кстати до третьего уровня Прокачивал Дальше уже требуются Инструменты Фанатиков кажется Я сдержал Теперь 8 их осталось 20% Не растет По крайней мере Их количество Результат ожидания Ответа Ожидание провал Ниал отказывается От вашего предложения Приглашает решить Вопрос с силой Вы должны в течение Следующих трех дней Атаковать его город И победить Иначе вы прославите Трусом Так оружия на всех Точнее брони на всех Не хватило Оружия хватило Ладно пойдем Так ожидание атаки Если я побежду Он станет Моим вассалом Выступаем Ниал считает Что в текущей ситуации Вам лучше всего Будет стать его вассалом Сейчас посмотрим Шутки шутками Слышь Меня что ограбили Что ли у меня дерево Все пропало И все железо А вот Теперь появилось Так Мои еще в пути Криминал Всего бандита В городе 2 Обычных преступников 2 Да блин Преступление Свершено 0 Откуда О новая битва Ну что момент истинный Ой а что это такое В его сторону перекос Так а почему Там же сказано Что у него На ногах 9 А у меня 7 У него навык боя 7 А у меня 14 У меня в 2 раза круче И мораль у меня на единичку выше Но у него крутая супер экипировка И на 2 человека больше И это вот В конечном счете Так перетанчивает меня И блин Похоже мы Обломаемся Уйё Да это какие-то Чертовы тамплиеры Какого лешего О я Кажется их Королеве какой-то Или лорду Или у них там Несколько лордов Походу у них несколько Ухи тут шлема валяются Копья Все Полная Жесть Мы кого-то Накаутировали Кто-то бежит Кажись у них Несколько бегут Окровавленные Мои сражаются Даже голыми Кулаками Чисто на мужика Офигеть Мы нескольких Рысарей накаутировали Но это очень жестко И педор Педор вообще Капец Ай-яй-яй-яй И педора вырубили Или даже убили Педор скончался Сбежали шесть Погибли двое У них тоже сбежало пять Но, да, ну, короче, снаряга вообще нереально Запустила их Так что я пока изучаю мир Норланд Да, я, конечно, откачусь, потому что, ну, кто бы знал Так, можно отменить атаку Возвращаемся А, вот здесь вот надо нажать, все Сбежали Зато живы Как говорится, жизнь самая большая ценность Для безбожников